Все, начинайте Вы обычно какую-нибудь фразу начали Да, 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 это лекция номер 8 Последняя лекция В нашем пресс-сервном цикле А вот здесь в последнем цикле Сделаем ее запоминающейся Сегодня я буду рассказывать Про PML Ну, в общем Полностью поглощающий слой Ну, давайте подумаем Зачем он нам нужен Первый называется так Берем Не конченый фломастер И пишем Задача Поглощения Уходящих пол Всегда в силу ограниченности компьютерной памяти Мы решаем задачу на конечном отрезке Обычно мы решаем волновое уравнение Будем рассматривать все в одномерном случае На первых парах Так как там все просто Более того, мы не будем рассматривать Более того, мы не будем рассматривать Вомного уравнение Потому что для него делать ПМЛ Тоже сложно Вместо него мы будем Рассматривать гораздо более приятные Уравнения Нейлера С я опустил Мы работаем В ГАД ГИМОН СИСТЕМ Нейлера 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 Далее Далее Кто-нибудь представляет все решения такой системы? Ну там Волны Нет Волны Ясно еще один Я понял, что это вопрос Подмога Экспоненциально растущие волны Чем не волны? Вот Ну допустим У нас есть Какой-то отрезок Ну и всегда Он у нас Конечный Пускай на этом отрезке Вот я А не написал С Пускай у нас есть Некая неоднородность по плотности Есть некий Город Я боюсь, что для того, чтобы это сделать Надо все-таки написать С Поэтому мы его не пишем Давайте напишем С Ну напишем С и скажем, что везде, кроме неоднородности, это единичка А там, где неоднородность, то как стандартная задача О чем идет речь? Стандартная задача, которую мы с вами должны уметь решать Это рассеяние на потоков Ее решает вот Сергей У вас в конторе Вот есть у вас какой-то материал У него скорость звука отличается Вот фона, да? Рассея Вот рассея использует вот так вот Предполагаем, что вы решаете прямую задачу рассеяния То есть у вас слева на неоднородность падает какая-то волна Ваша задача найти, как обычно, что? Красивый Ну, красивый А, нет, прямая задача Найти проходящую волну Чтобы решить обратную задачу Надо научиться сначала решать прямую, как следующее Надо найти коэффициент прохождения Коэффициент отражения на каждой частоте, например А вот он нам рисует, что говорит Мы будем с вами кидать на рассеиватель импульсный сигнал Импульс, дельта импульс Тогда нам надо найти импульсный отклик в сторону прохождения И импульсный отклик в сторону отражения Тоже такая себе правильная задача Как нам это сделать? Есть идея Уже надо спрашивать Как что сделать? Ну, как решать эту задачу? Как решать такую задачу? Фему 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 Ну вот, мы хотим решать ее фему У нас здесь проблема, что волна может отразиться от границ А нам это совсем не нужно Как бы мы можем? Как бы мы можем? Временной окне нам нужно есть Правильно Значит, один вариант такой Мы берем достаточно большой ящик И вводим временное окно Правильно? И говорим, что мы делаем ящик весьма большим И пусть волна, пока она добежит до стенки, пока отразится Пройдет довольно много времени Мы не будем ждать это время А не дожидаясь, возьмем и закончим наш счет Это хороший подход? Ну, наверное Ну, это хороший подход Огонь подход А? Хороший Огонь Огонь подход Но у нас есть небольшой недостаток Для любителей делать так Мы поступаем следующим образом То есть, если так можно сделать, это хорошо И вот, когда мы с Катей делали программу для Валерия Георгиевича Которая считала рассеяние на микрокальсификатах Мы так и делали Но у нас, возможно, вот такая ситуация Вот в такой ситуации Два рассеивателя, да? Понятно, зачем я нарисовал? Волна прибежала сюда Часть прошла сюда Часть рассеялась Часть отразилась Часть прошла И так дальше И пусть она ходит здесь, туда-сюда 15 раз Тогда нам нужен ящик в 15 раз Но на самом деле Вот в 15 раз больше, чем вот это расстояние Значит, ваше окно сховывает? Иначе у меня вот этот вот сигнал затянутый Сигнал, который мне нужен, затянутый по времени Время у меня легко переходит в расстояние Да? Вот мне надо прописать Сигнал очень длинный Я должен иметь вот здесь вот Пространственное окно Длиннее, чем тот сигнал, который я должен прописать То есть мне надо взять ящик В 15 раз длиннее, чем мой полезный объем Вот здесь ничего не происходит Здесь просто волна убегает Ресурсы моего компьютера расходуются в пустую Понятно? Если я не ожидаю многократных перерасеяний Я могу брать окно Если ожидаю, то не стоит Большой ящик Кто-нибудь может предложить? Метод Королькова-младшего Большой ящик Второй альтернативный путь Второй альтернативный путь Как-то его установили Преступрый сфектор Если забыть про название лекции Ну да Закольцевать Закольцевать Да, обратно Тор это плохо Это была сентенция Мы можем поставить Тор это плохо Тор это плохо А бабочки это хорошо Простая Спас Это взять небольшое И поставить на границу Условия Излучения Знаете, как будет условие излучения? Ну вот так Это еще решение Чего? Там наверное условия Немножко другие И кого? Где? Где-где Мы уже решали задачу ДП по ДТ Равно минус ЦДУ по ДХ И условия должны быть Наверное, похитрее Ну для задачи эвера Условия излучения Наверное, не те же самые Считывая Ну да Ну решайте Уравнение Генгольц Зачем вам решать Уравнение Эльдерата? Было заявлено Уравнение Эльдером будем решать Для ПМЛ Для ПМЛ так удобнее Во всех остальных случаях Но если нужно решать То можно придумать Наверное, стоимость Я думаю, что можно даже Я думаю, вот можно использовать их Потому что Наверное, правда получится Наверное, их можно использовать Это для задачи эльдера Я не знаю, как это доказать Это, наверное, не просто доказывать Нет Ну просто они Они выкинут Приходящую волну То есть А если мы будем пускать волну У нас два случая Одна удовлетворит А другая неудовлетворит Ну то Должно уйти Есть идея Я думаю, что я знаю, как это делать Вообще без проблем Я бы сделал следующую вещь То есть Одномерная задача Она вообще простая Но Как бы Она модельная в нашем случае Я бы поставил здесь условия Здесь П равно У А здесь равно П Равно минус Я думаю, что это бы работало А, да Понятно? В волне, бегущей направо Если у нас Выполняется вот такая вот Система Да? С равно единичке В волне, бегущей направо Волна устроена так П равно Ф От Д Минус Х У Равно Ф От Д Минус Х П равно У Если я поставлю такое условие Вот в этой точке Граничный условие У меня есть П и У Да? Если я поставлю такое условие То Вот в этой точке У меня будет существовать Только волна, бегущая направо Это ровно то, что мне надо А здесь В волне, бегущей налево У меня стоит вот так Вот Минус Соответственно, вот здесь У меня будет только волна, бегущая налево То есть я думаю, что это решает Решает проблему В частотной области Как Андрей говорит Вот для такого уравнения Мы ставим вот здесь На самом деле Импедансные условия В частотной области Да, если мы решаем эту задачу К Это омега делить на С Омега это круговая частота По времени Д Пор ДТ Равно минус и омега Вот так Ясно? Если мы решаем наше уравнение В частотной области В частотной области Оно выглядит вот так Д2У По ДТ квадрат Плюс К квадрату Да? Равно нулю То для него можно поставить Вот такое вот Для такого уравнения Можно поставить Вот такое граничное условие Оно будет работать А здесь соответственно Надо ставить Немножко другое условие Минус А ДУПДС Равно минус ИК Вот как-то так То есть в одномерном случае Эта проблема не очень большая Но обратите внимание Насколько она лучше Чем большой ящик Понятно, да? Маленький Развикой Она позволяет нам взять ящик Вот такой вот Поставить вот например Вот эти вот два условия Вот здесь и здесь И мы с вами в 15 раз Экономим время счета У нас Ну не время счета А количество Там можно еще делать А фурье все-таки Такого Много раз Потом делаем фурье обратно Ну и наверное Все могли догадаться Какой способ В Третий способ Третий интернативный И самый главный Нет, прежде чем Ну да, да, да Я знаю Ну третий способ Поставить Там Что-то, что погасит То есть Выделить два слоя По краям Поглощение нам нужно Концептуально Потому что Двумерной задачей Мы с вами Вот так вот Элегантно Поставить П равно У не можем У нас есть Волны бегущие Со всех сторон Ну и решать Уравнение С гаммой Посмотрел знак Знак минус Добавились сюда Гамма И получили Почему дольту Это мы называем Потому что Я думаю Ду по дх кубе Или что-нибудь такое Квадрат Нет, безусловно Дх квадрат Ну здесь можно Поставить любое Поглощение Вот д по дх квадрате Это физическое Поглощение Как у вас Устроена вязкость В среде Уравнение Навьестокса Помните? По скорости Нет Нет, нет, нет По скорости В уравнении Навьестокса Помните Какой член Вот здесь стоит Вот в этом уравнении Б на 4 омега квадрата С куб Б дольта у Б умножить Б Б это коэффициент 4 третьих Это плюс Кси Меня не интересует Коффициент Коффициент Я не помню Д по дт У Производная должна быть Правильно, да? Принципиально Вот здесь стоят Четные производные Здесь нечетные Координаты и время Все вместе Они дают Производную Третьего порядка Один порядок По времени Два по координатам Вот любой член С нечетной Производной Дает либо рост Либо убывание Правильно подобранный Знак говорит Что это здесь Будет убывание А четные Производные Дают Только дисперсию Понимаете Это? Нет Четные Производные Дают только дисперсию Потому что Если мы там Ставим Е в степени Е в мега Т-минус К Да Она дает Действительные Вот А это Дает у них Ну вот К такому члену Приводит такой С тем же успехом Мы можем Чтобы здесь Организовать затухание Поставить У Кстати Вот так Вот так Оно будет Затуханием А так Надо плюс Ставить Если у вас ДПД Почему У вас в голову Не Как он Приносится И плюс Слева У нас получается Ну Рассказывайте Мне Ходи сказать Что здесь Праз? Ну если Здесь вторая Производная То плюс Короче Вот Да Это Отключение Это просто затухание То есть Вы пытаетесь Имитировать Затухание Волны В каких-то Вот слоях Вне вашего Ящичка Понятно, да? Вот это Вот это Гамма Оно Как-то Ведет Себя Как мы В жизни Делаем Да Вы там Ставите Резинку Да Вот Это Самая Резинка Та Да Не та Точно Точно Волна Отразится От границ Соответственно Что она Отразится От границы То, что На границе Двух Соряд Отражения Происходит Нет А как Вы собираетесь Импеданс Делать Затухание В принципе Можно Но Вы знаете Как Ампеданс Это Роция Какой-то Тяжелое Молчание Повис Ну вот Акустика У вас Что Что нам Говорит Сергей Сергей Хорошо Подготовленный Аспирант Но Немножко В традиционной Манере Ну Бывает Что он Говорит Он говорит Что волны Отражаются Если у нас Есть такая Среда И такая Среда И у них Разная Ро С Правильно Ро И С Одинаковые Внезапно Оказалось Что в нашей Среде Есть Ро С И гамма Ну Гамма Это комплексная Добавка В смысле Мнимая Добавка Да Можно Гамму Перевести Тоже В импеданс Потому что Импеданс Хотя Наверное Нельзя В смысле А комплекс Тоже Зависит от частоты Но на данной частоте Можно На данной частоте Можно взять Просто формальное Отношение ВКВ Это и будет Импеданс И гамма У него Войдет Вот И нам Сергей говорит Что вот На этой Границе Будет Отражение Происходить Причем Если мы возьмем Очень большую Гамму То здесь Будет происходить Большое Отражение Если мы возьмем Маленькую Гамму То все Пройдет Сюда И отражение Будет происходить Здесь И это Довольно Хлопотное Дело То есть Подобрать Такое затухание При котором Отражение Не происходит А происходит Такое Мощное Поглощение Волны Довольно Трудно Я подозреваю Что нельзя Но опять Большой ящик Получается Ну да То есть Можно взять Шаракию С маленьким Поглощением Маленькое Поглощение И большой Большой ящик Вот Значит Вот если Не брать во внимание Эффективные Способы Которые Работают Только В одномерном Случае Да Вот этот Вот случай Он вполне Будет работать Регумерно То есть Тоже Надо Брать Слой И делать Там Поглощение Так Что С Скачками Лимпедации Это Можно Сделать Можно Гамму Сделать Как Угодно Можно Сделать Вот Так Угодно Вопрос Про то Что Отражение Будет Прям Отражение От Слушаем Здесь 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 Он Затянется У вас В результате Это Не очень Хорошо Этот слой Поглощающий Кроме того Будет еще Обладать Свойствами Фильтра То есть Скорее Сего Будет Плохо Поглощать Низкие Частоты Хорошо Высокие То есть Вы еще И получите Отраженный Сигнал Довольно Хитрый Профильтрованный Все Это Мучительно Вместо Этого Мы Предлагаем Вам Прогрессивную Концепцию Расскажите Нам Прогрессивную Концепцию Как Говорит Андрей Владимирович Лумовар Отражательным И Безотражательным То есть Пора Отражение Другой Структуре Пытаемся Подобрать Такое Уравнение На самом деле Не волноваем А так Модифицировать Уравнение Элера Чтобы Коэффициент Отражения Стал У нас Очень Мало Мы Сейчас Покажем Вам Уравнение От которого Коэффициент Отражения Если Просто Слой Брать Не стенку За слоем А слой От которого Коэффициент Отражения Равнен Нулю То есть Которая Вообще Ничего Не отражает Вся волна Проходит И немножко Она затухает Ну давайте Напишем Это собственно Уже 0 Пмл В Момерном Срочи Отражения 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 Время. Ну вот, у нас есть обычное поглощение в уровне физического характера. Мы еще добавили поглощение ПП. В области, где у нас гамма равна нулё, это те же самые уравнения Эльдера. То есть в той области мы будем получать нормальное физическое решение. Давайте посмотрим, покажем, что это уравнение и правда является хорошим. Для этого поищем решение в модельном виде. Плюс еще одна функция формы, сигналы G от X. На самом деле это в одну сторону, вправо. Куда подставим? Подставим, допустим, в первое уравнение. Может подставить? Нет? Давайте. Давайте я подставлю. То есть чем мы имеем? Имеем производной F' своих аргументов T-X умножить на G от X. А там производная с минусом, значит тут плюс. Дальше. Минус приводный минус F на G от X. Еще у нас есть член гамма B минус гамма B. А здесь я не выписывал аргументы, но я надеюсь это не проблема. То есть что у нас? У нас сокращается вот это и вот это. То есть вид какое уравнение мы получаем? Дальше. Мы еще раз заменили F как F на T-X G от X, а в другую сторону волны? Ну мы пока в одну сторону посмотрим. В другую сторону можно сделать ту же самую подстановку. А это какие-то произвольные функции? Ну G, естественно. Ну F и G, да. Это некоторые произвольные. Ну то есть это решение. Нет, ну G наверное не произвольная. А G мы сейчас определим. А в функции F это произвольные. Главное, чтобы они зависели от развести аргументов. То есть мы имели какую-то волновую структуру. А, а у славян на функцию G мы получим в этом слое. То есть что мы получаем? Получаем, что G удовлетворяет уравнению. Легко. Ну G, ну G, ну G. Да. Только минус. Минус. Гамма. Разница у нас, наверное. Я думаю, любой мне может сказать решение этого уравнения. Нет. Что? Нет. Это какая-нибудь новая. Надо написать 8, чем мы имеем. x равно e в степени интеграл x0, x1, ну, по этому слою, да, от гамма. Гамма будет зависимым от текста. Ну и все. То есть у нас волна, распространяясь через этот слой, экспоненциально затухает. Понимаете, баррель. Очень... А до нуля? Что до нуля? А как до нуля с него? Никак. Можно ее сделать очень маленьким. Нет. В смысле, как до нуля. Но она пройдет, и все. А не отразится. Косцент отражения будет ноль. Если у нас тут граница, ну вот если у нас просто какая-то неоднородность, ну вот такая, насквозь нее проходит и все. Ну и при этом экспоненциально затухает. Ну никакого отражения назад от границы у нас нет. Так, граница интервала решения, ну в смысле нет. А если у нас тут, то она сначала тут затутит экспоненциально, а потом еще в обратную сторону затутит экспоненциально. Ну для этого вам нужно подставить вот эти же решения с плюсом, и посмотреть, что получится все то же самое, только знак тут будет другой. То есть вот у нас есть эта область. А волна сходит туда и обратно. И на этом пути она будет затухать экспоненциально. то есть коэффициент отражения на этом отрезке будет равен по всему тому же самому. Ну понятно мораль, да? Нет, на самом деле не очень. Чего не понятно? Ясно, но мы же просто испортили вид решения. Было решение уравнения бегущей волны. Давайте теперь решение какого вообще уравнения написать. Вот это вот. Затухающая поглощая волна. Затухающая волна. Ну это уравнение поймали. Оно как-то отличается от второй линии элера. Соответствующе видно. Мэл подобрали. Ну понятно, что в область у нас там обычные бегущие волны. Соответственно, в области с затуханием его решения уже не могут быть бегущие волны. Это какие-то затухающие бегущие волны. Ну, да, но... То есть... Где пэш? В смысле? Ну, перфект. Где? Перфект – это то, что ничего от него не отразилось. Как от него ничего не отразилось, если оно просто эспоненциально затухло? Ну, смотрите, что нет. Я объясню, что имеется в виду под перфектом. А вне области из тухания у нас гамма равно 0. И у нас обычно уровень геймера. Перфект. Ну, мы что обсуждали? Мы обсуждали, что... Что если у нас есть некая неоднородность, то от нее всегда... И на нее падает волна, то от нее всегда что-то отражается с коэффициентом назад. И что-то проходит вперед. Потому что граница среды у нее разные импедансы. Да? Ну, и еще она работает как частотный фильтр. На низких частотах плохо отражает. Точнее, плохо. Ну, да. Наоборот, она хорошо отражает, да? Вот. Высказали так, что у нас волна идет сюда. И тут она в слое просто экспонициально затухает. Экспонициально затухла и вышла, пошла дальше. Все. Никакого отражения не будет. То есть вот у нас есть начальное условие. А у волны бегущая вперед. На входе этот слой на выходе получаем специально затухшую волну. Все. При этом уравнения у нас удовлетворились. То есть мы искали, некоторое увидим. От дальней границы не отражаются. Чего? От дальней границы почему не отражаются? Ну, по тем же самым причинам. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы же вроде как края хотели, а теперь мы в центре сидим. Мы же ничего для этого не делали. Нет, я объясняю почему он называется полностью. Ну понятно. От самого слоя не отражается. Ну да. От каких краев? Тут нет краев. Тут есть отдачная бесконечность. Чё это вы? Надо скинуть сам. Не отражается у него ничего. Ну а где? Вот хватит только волна и спускай месяц. Да, мы специально затухаем. Ну да. Смотри, ты не сможешь разговаривать. Только не уберешь. Меня не парит. Я спокойно отношусь к фагическим символам. Ну и все. То есть от этой границы не отражается. А нам что? А что нужно в нашей задаче? В нашей задаче нам нужно... Почему не отражается? Ну где? Откуда оно будет отражаться? Да. А от него-то? От чего? Ну от него-то. От него-то. От него-то. От него-то радости? Почему? Ну почему? Там другой импеданс. Оно отражается. Нет, у нас другие уравнения. Да. И в этих уравнениях от другого импеданса волны не отражаются? Не отражаются. Всё отлично. Ну потому что он вам явно выписал решение. Да. Но решение никому не понравилось. А почему? Почему? Как вот так может быть в жизни? Я написал какие-то уравнения и написал к ним решение. Жизни тут нет. Ну я же не могу там брать там уменьшение решения. Чем-то светить там в металлические листы, чтобы мне ничего не отражалось. Зачем вы думаете о том, про что вам не говорят? Андрей вам говорит следующую вещь. Что вот у этого уравнения при произвольном гамма от х имеется следующее решение. f от t минус х, где f произвольная функция. на е. Но это не волна какая-то типа. Артём, только вы здесь знаете, что такое волна. Ну ладно. я вот примерно не знаю. Понятно, да? Вот это решение этого уравнения. Более того, если я поставлю сюда вот здесь плюс и сюда плюс, то это будет решение для волны, которая бежит в другую сторону. Почему от неоднородности не отражается ничего? Потому что такое решение... Нет, на родности по гамме наверное. Вот это решение. Во-первых, оно сопрягается вот на вот эту штуку, которую там нарисовал Андрей. Вот здесь бежит волна f от t минус х. Понятно, да? Вот на неё падает волна. Мы из этого решения знаем, как она будет развиваться дальше. Более того, мы знаем, как она будет вести себя вот здесь. Понятно, да? Это будет та же самая f от t минус х на е минус гамма большой. И гамма большой это интегратор по всей вот этой штуке, да? От х0 до х2. Понятно, да? А здесь где-то х1. Только она не... И с неоднородность, а гамма неоднородность. Тут нету никого от с. Да. Правильно не было сказано. У вас в уравнении нету c. Я просто сразу под график c стали рисовать гамму, и было не очень понятно. Вот. И вот решение просто. Вот решение системы уравнений. А давайте системы уравнений. То есть у нас просто такая странная неоднородность, что она по c не отличается никогда? По c она точно не отличается. c вообще никакого нет. c равно единице. Пару тоже. Да. И пору не отличается. Она отличается по поглощению. Причем поглощение хитрое. А так бывает вообще в природе? Ну, в природе. Конечно. Конечно. Он говорит, конечно. Но я не видел таких материалов. Вот. Какой-то воздух, который поглощает рядом воздух. Нет. Ну, вот сделать вот такой материал довольно легко. Давайте придумаем, как его сделать. Сделать его легко. Мы берем с вами... Просто вязкость. Вязкость. Это просто вязкость. Мы берем с вами панельку и набиваем ее трубочками для коктейля. Понятно. Если мы набиваем ее трубочками для коктейля. Вот эту пока зачеркнули. Набили трубочками для коктейля. ДУПДТ – это фактически сила. ДУПДТ – это ускорение. Это сила. Значит, сила у нас будет пропорциональ минус гамма на у. Ну, так и будет. В каждой трубочке будет действовать вязкость. И чем больше скорость, тем больше она будет тормозить эту скорость. Вот материал, который, например, вот к такому уравнению, без такого, я вам нарисовал. Можно нарисовать материал, который удовлетворяет наоборот. Эту зачеркнули, эту оставили. А мне лениво сейчас рисовать. Вот в терминных импедансах, если вы посмотрите... То есть, ну, посмотрите. То есть, когда мы добавляли только снизу, у нас вроде как носился импеданс. Когда я снизу и сверху, у нас, значит, нет. Нет, тут про импеданс можно поговорить. Но для этого надо честно... Значит, а что вы хотите-то? То есть, мы берем один слой и другой слой, да? Нет, 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 нет. Порешай сейчас на границе и все. Наверху была система, да? И мы нанесли гамму и сказали, ну да. Сергей, Сергей, Сергей. Импеданс. Значит, я отвечу на ваш вопрос. К сожалению, мы не можем. У меня были первые две лекции курса теории дифракции, посвящены этому. Вот представь все материалы. Вот мы берем из него какой-то слой. У этого слоя, предположим, что мы пускаем волну на фиксированной частоте. У него импеданс Z. Z1, да? Вот у этого места Z0. И так дальше. То есть, мы можем нарисовать формально для вас график импеданса для этой среды. Что такое импеданс в этом случае? Я беру материал с этим значением гамма, смотрю, какая волна может по нему идти вперед, и делю P на V. Я получаю некую величину, в общем случае комплексную, которую считаю импедансом. Вот здесь этот импеданс единичка, а здесь что-то с ним происходит, а здесь дальше опять единичка. Вопрос. Какой вывод вы можете сделать из этого графика? Ответ. Никакого. Никакого вывода о том, как будет отражаться волна, в этом графике нет. Почему? Потому что вы можете сделать вывод об импедансе, как я вас учил, только в одном случае. Представьте себе, что у вас есть среда. Вот здесь, например, она кончается. Среда, в которой импеданс Z0. А дальше, внимание, какой импеданс вот этой среды, я не знаю. Но меня интересует импеданс поверхности, вот этой поверхности, импеданс Z1. Что такое импеданс поверхности? Импеданс поверхности вот что. Если имеется волна, которая уходит в ту сторону, и в ней есть P и V, то вот P к V и есть импеданс Z1. Понятно. Импеданс поверхности довольно трудно получить из вот графика импеданса среды, которая вам была нарисована. Для этого надо честно решить задачу распространения. Что? Я понял. Вот если вам неизвестен импеданс среды и поверхности, то вы по тем формулам там можете определить коэффициенты отражения. Скажите, четверть волновой пластины, да? Да, 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 четверть волновая пластина, тонкая пластина, массовая импеданса. Про все это мы уже один раз говорим. Все надо, наверное, перерыв делать. Давайте. Давайте. Это конец.